Здравствуйте друзья, в этом обзоре снова поговорим о устройстве из экосистемы Tuya Smart, одном из многих сотен, а то и тысяч. Этот гаджет предназначен для управления питанием и конструктивно представляет собой удлинитель на 4 евро розетки, совмещенный с USB блоком питания на 4G разъема. Управление осуществляется по Wi-Fi, а это значит, что никаких шлюзов для работы с ним не нужно. Рассчитан на нагрузку до 2,5 кВт при напряжении 250 вольт, то есть ток до 10 ампер. Это суммарно для всех розеток, но при этом каждая из них по отдельности тоже может справиться с такой нагрузкой. Максимальный суммарный ток для всех USB портов 4 ампера, то есть 20 ватт при стандартном напряжении в 5 вольт. Параметры я озвучил, теперь переходим к подробностям. Но перед этим, прошу вас подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Поставляется устройство светлой картонной коробки и с первого взгляда выглядит как совершенно обычный удлинитель с USB портами. Тем более, что значка принадлежности к экосистеме 2E Smart нигде не нашлось. Только на одной из сторон нашлась пиктограмма Wi-Fi, по которой можно догадаться что удлинитель имеет внешнее управление. В комплекте с удлинителем нашлись еще два небольших вкладыша с описанием на английском языке, хотя такого устройства сама достаточно и никаких дополнительных аксессуаров не требует. В инструкциях описаны функциональные элементы устройства, процесс подключения и управления через приложение используется 2E Smart или Smart Life. Из полезного, перевод в режим сопряжения удерживанием клавиши в течении 5 секунд. Конструктивно, герой обзора оснащен четырьмя розетками формата шука. Собственно, в этом и заключается его основное предназначение. Заняв одну розетку, получить на выходе четыре, а также возможность удаления от настенной розетки на длину кабеля. Кроме этого устройство имеет на борту USB блок питания с четырьмя разъемами. В условиях умного дома это весьма ценный ресурс, так как может использоваться для обеспечения питанием различных гаджетов, IP камер, контроллеров для инфракрасных и радиопультов, датчиков присутствия и т.д. И конечно их можно использовать для заряда аккумулятора вносимой техники. Вилка как и розетки тоже формата шука, на ней указан максимальный ток в 16 Ампер, хотя на самом удлинителе написано 10 Ампер, как я и озвучил в начале при перечислении параметров. На самом деле 10 Ампер это максимум из расчета на одну розетку, и чуть дальше я покажу подтверждение этому факту. А 16 Ампер это из расчета на весь удлинитель, например на две нагрузки с током 8 Ампер. Длина кабеля питания 1,8 метра. На задней стороне имеются отверстия для крепления на стену, а также прорезиненные ножки, которые закрывают монтажные шурупы и не дают скользить по столу. Кстати, справа сверху заглушки не хватало из коробки, на этот момент я ее еще не снимал. Как это часто бывает в таких случаях, шурупы имеют защиту от дурака. Я имею ввиду, что тут требуется специфическая треугольная отвертка. Но у меня такая есть и не только такая, так что разборку я все таки проведу. Задняя крышка держится на шести шурупах и защелках, разборка достаточно простая. Тут видно что нулевая линия для всех розеток общая, а фазы подаются по отдельности. Это связано с тем, что каждая розетка имеет собственное реле и может управляться независимо от других. Реле рассчитаны на ток до 10 А напряжения до 250 В, что соответствует заявленным параметрам. Три из них скомпонованы в одном месте. Четвертое установлено отдельно, по большому счету это значение не имеет, просто конструктивная особенность. И в противоположной от подвода кабеля питания стороне находится блок питания на 5 В с четырьмя USB разъемами. Вот как он выглядит с внутренней стороны, все разъемы соединены параллельно, поэтому и управление сразу всеми, по отдельности включать выключать их нельзя. Управляющая физическая кнопка тут только одна, по ее нажатию включаются или выключаются сразу все розетки включая USB. По отдельности ими можно управлять только из приложения, активные, подсвеченные светодиодом. Для USB портов светодиод один общий, что логично, так как они управляются все одновременно. При помощи двух USB тестеров и нагрузок проверю соответствие заявленной мощности. Как видим, суммарный ток тут более 4 А, при этом напряжение в пределах нормы без просадки. В соответствии реальных параметров заявленным подтверждается. Базовая система управления для героя обзора TUI E-Smart или Smart Life. Процесс подключения достаточно прост, переводим смартфон в сеть 2.4 ГГц, удерживаем кнопку удлинителя 5 секунд до того, как светодиод не начнет мигать, после этого он обнаруживается мастером подключения. Если этот способ не работает, тогда держим кнопку еще 10 секунд, пока скорость мигания диода не станет заметно меньше. После этого его можно добавить, выбрав Wi-Fi сеть удлинителя из списка и подключившись вручную к созданной им точке доступа. В плагине удлинителя есть возможность управлять либо всеми розетками одновременно, либо каждый из них по отдельности. Включенные будут подсвечиваться. Отклик при работе в приложении практически мгновенный, но он сильно зависит от качества канала доступа в интернет. Кроме ручного управления розетками в плагине есть планировщик, он же таймер, и обратный отсчет. Планировщик позволяет для каждой из розеток и USB сделать расписание включений и выключений. Эти действия могут быть как один раз, так и на периодической основе в зависимости от дня недели и времени суток. В задаче задается, что нужно сделать, включить или выключить. Обратный отсчет это разовая операция, также может быть установлена на любую из розеток или USB. Ее длительность устанавливается от 1 минуты до суток. По истечению этого времени розетка меняет свой статус на противоположный. Каждое задание имеет переключатель активности, благодаря которому его можно отключить. Действующие задания отображаются и в меню обратного отсчета, и напротив соответствующих розеток в плагине. Энергомониторинга тут нет, поэтому из меню остались только общие настройки. Тут указана совместимость с Amazon Alexa и Google Home, есть возможность обновить прошивку и создать группу с другими устройствами такого класса. В автоматизациях удлинитель можно использовать как триггер либо дополнительное условие. Для этого тут доступны все 5 переключателей, розетки и USB, а также опции обратного отсчета для каждого из них. Для реле возможно указать его статус включено или выключено, что-то другое тут придумать тяжело. А для обратного отсчета можно задать проверку на больше, меньше или равно указанного интервала. Соответственно в качестве действия автоматизации тут есть те же самые опции переключатели и обратный отсчет. Только статус тут не проверяется, а устанавливается. Розетки USB можно включить, выключить или переключить, а интервал обратного отсчета задать. Проверим совместимость с Google Home. Подключение тут происходит на уровне аккаунтов. Единоразово нужно через меню совместимых устройств найти Tuya Smart и ввести учетные данные. После этого в Google Home будут автоматически попадать совместимые устройства. Для героя обзора добавилось сразу 6 выключателей. Общий, который включает и выключает сразу все розетки и USB блок питания одновременно, и для каждой из них по отдельности. На команды устройство реагирует моментально, а вот обратная связь, особенно если пользоваться общим переключателем, срабатывает с задержкой. Я заметил, что практически все устройства Tuya Smart, которые имеют совместимость с Google Home, поддерживаются и в штатной интеграции для Home Assistant. Удлинитель не стал исключением, правда тут переключатели не 6, а 5, только раздельное управление. Но сделать общий переключатель можно очень быстро, объединив их все в одну группу. Также в Home Assistant есть интеграция Local Tuya, которая может управлять такими устройствами по локальной сети и позволяет получить большую функциональность, чем штатная. Переходим в режим добавления устройств и находим в списке нужное. Ключ и идентификатор устройства подтягиваются автоматически из проекта на iotuya.com, который нужен для работы как родной интеграции, так и этой. Часто бывает, что на этапе подключения выводится сообщение об ошибке, устройство подключено, но не обнаруженный датапоинт. Нужно выключить и включить питание устройства и попробовать снова. Датапоинт, о которых я упомянул, это интерфейсы взаимодействия с устройством, назовем их так. Тут их 10. И хотя кроме номеров они никак не идентифицированы, по опыту сразу могу сказать, что это 5 переключателей, они со статусом True или False и 5 значений обратного отсчета, они с нулями. Для переключателя выбираем из списка объектов Switch и добавляем один за другим. После каждого добавления снимаем отметку с чекбокса, не добавлять больше устройства. Для обратных отсчетов можно выбрать или сенсор, или объект Number, как в моем примере. После того как добавим их и не останется ни одного свободного датапоинт, процесс подключения будет завершен. Вот так выглядит устройство добавленное через интеграцию Local2ya. Кроме управления розетками, тут есть и значение интервалов обратного отсчета, который обновляется каждые 30 секунд. И устанавливать этот интервал теперь можно не только из приложения. Но и при помощи специального сервиса интеграции Local2ya SetDP. Для этого нам нужен идентификатор устройства, он отображается на его странице в самом начале после названия модели и номер датапоинт, в данном примере 10, который соответствует обратному отсчету для второй розетки. Для примера я установил 120 секунд, по истечении которых розетка 2 переключит свое состояние. Герой обзора представляет собой альтернативу обычным удлинителям. И, заняв всего одну розетку, дает возможность подключить не менее 8 устройств, по 4 в сетевые розетки и USB. Раздельное управление розетками, как вручную, так и через автоматизации, это удобно и гибко. Для устройств подключенных через USB, можно сделать сценарий автоматической перезагрузки, если что-то пойдет не так. Можно было бы заметить, что ZigBee вместо Wi-Fi, а также наличие энергомониторинга звучит интереснее, но такой удлинитель будет стоить существенно дороже. А для многих задач, вполне достаточно только включать и выключать, так что применение и такому устройству найдется, тем более его можно использовать без ZigBee координатора. На этом все, надеюсь что видео было вам интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылку где можно купить такой удлинитель, а также на мой телеграмм канал, где я публикую новости на тему умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира.